Приветствую всех, кто смотрит этот видеоблог. Меня зовут Евгений Димитраж. И лично для меня не стоит вопрос о том, станут ли самопровозглашенные ДНР и ЛНР самостоятельными республиками или же останутся в составе Украины. И я обязательно объясню почему, но как всегда, обо всем по порядку. Вот согласитесь, интересная все-таки страна Украина. Еще полтора года назад убивать стражей порядка в центре Киева было подвигом, ну а уже сейчас становится какой-то ужасной традицией что ли. И ведь действительно текст соглашения об ассоциации с ЕС практически никто не читал, но его все поддержали. Закон о децентрализации Украины тоже практически никто не читал, но все категорически против. Причем против настолько, что дошло уже до боевых гранат и человеческих жертв. Ах, ну да, потом же нам рассказали неполживые украинские СМИ, что это во всем Путин виноват, конечно же, кто же еще, что это его коварные агенты закидывают гранатами киевскую милицию и срывают голосование Верховной Рады об изменениях Конституции и пресловутом особом статусе Донбасса. Такие наивные. Они всерьез думают, будто бы это они что-то там решают. Судьбу Донбасса, например. А Донбасс, между тем, уже давно сам решил свою судьбу. Народ Донбасса самостоятельно сделал свой непростой выбор. И никто не в силах теперь его изменить. Никто, слышите? Хотите вы того или нет? Простой пример. Непризнанная пока Приднестровская Молдавская Республика. ПМР. В минувшую среду самопровозглашенная республика отметила свое ни много ни мало 25-летие. 25 лет. Четверть века. Уже ровно столько люди, проживающие на узкой полоске земли вдоль Днестра между Молдовой и Украиной, борются за свою независимость. И я ничуть не преувеличиваю Приднестровье в буквальном смысле. Каждый день доказывает самому себе и всему остальному миру свое право на свободный выбор и самоопределение, принимая суровые вызовы. Каждый день. 25 лет. Если кто не знает, а наверняка такие найдутся, и возможно их будет немало, так вот, если кто не знает, что такое Приднестровье, я вам сейчас вкратце расскажу. Кстати, про возглашение республики и ее выходу из состава Молдавии, так же, как и в случае с республиками Донбасса, предшествовал кровопролитный вооруженный конфликт 92-го года. И вот тут у многих что-то начинает проясняться, начинают вспоминать, что да, действительно, где-то как-то что-то такое слышали, видели, а ведь многие даже участвовали. Я украинцев имею в виду сейчас. Да-да, уважаемые, это совершенно достоверный факт. Грубо говоря, сепаратизм ПМР поддержали в том числе и многочисленные украинцы, которые с оружием в руках в сравнительно недалеком 92-м помогали народу Приднестровья отстаивать свое право на независимость от прорумынского Кишинева. И причем это были добровольцы не только из восточных областей Украины, в частности Одесской, хотя и таких, конечно, хватало. Но были и выходцы из западных областей, убежденные украинские националисты, и во имя исторической справедливости об этом, ну, никак нельзя не упомянуть. Ну, а в чем же, собственно, суть конфликта заключалась между Кишиневым и Террасполем? Террасполь, опять же, если кто не знает, это столица ПМР. Так в чем суть конфликта? Корни его этнические. Сразу после развала Советского Союза, а это был вовсе не распад, как любят говорить некоторые деятели, это был самый банальный развал, так вот, сразу после развала Советского Союза официально Кишинев ударился в откровенный национализм, где-то даже граничащий с нацизмом. А Приднестровье, и это следует особо подчеркнуть, еще в те годы было многонациональным регионом, даже тогда еще не называлось Приднестровьем, и когда входило в состав МАССР. Кстати, Террасполь целых 11 лет даже был столицей этой самой МАССР. Так вот, после развала Союза, впавший в прописной национализм Кишинев весьма навязчиво предложил сотням тысяч русских, украинцев, молдаван, болгар, гагаузов, армян, евреев, я, может быть, кого-то пропустил, всем этим людям разных национальностей, проживающим на левом берегу Днестра. Кишинев предложил стать молдаванами со всеми вытекающими. Официальный язык только молдавский, молдавские школы, институты, госорганы и дальше по списку. Короче, тотальная молдаванизация. Все это при том, что этнических молдаван в Приднестровье уже тогда было не больше трети, остальных я уже упоминал русские, украинцы и так далее. Разумеется, такая перспектива их не устроила. Кстати, как и многих преднестровских молдаван. Да-да, именно молдаван. Понимаете ли, в чем дело? Навязываемая Кишиневым всеобщая молдаванизация населения, по сути, была лишь первым этапом всеобщей румынизации. И тогдашнее молдавское руководство, между прочим, даже не пыталось этого скрывать. И сегодня мы видим, к чему это привело. Прошло четверть века, и теперь молдавской молодежи втесали в головы, что они никакие не молдаване вовсе, а самые настоящие румыны. Нет, про самых настоящих это я, конечно, погорячился. Не секрет, что сами румыны, особенно ярые румынские националисты, воспринимают молдаван как людей, мягко скажем, второго сорта. Ну, как поляки в свое время смотрели на украинцев. В чего греха таить? Было же? Было. А может и осталось? Ну, не важно. С другой стороны, и сама молдавская молодежь тоже ведь уже четверть века вот ей внушают о том, что вы не молдаване, вы румыны, и она обманываться рада, как говорится. Ну, почему рада? Ну, ответ простой. Румынское гражданство. А как следствие, возможность выезжать за границу, а именно в Европу, и там уже строить, ремонтировать, красить, белить, мести, короче, разносить там сколько угодно долго и не бояться депортации. Так что называться румыном для молдаван выгодно. Я лично знаю нескольких людей, которые этнические молдаване, всегда ими были и, конечно же, ими остаются, но считают вот себя румынами. Вот почему, когда человек считает себя дельфином, его лечат, а когда... Хотя, ладно, проехали. Так вот, возвращаясь к теме Приднестровья, которая, как я уже говорил, и образовалась-то главным образом, вопреки националистической агрессии Молдовы, спустя 25 лет фактически стала тем самым местом, где пока еще сохранились молдаване. Те самые молдаване, которые не считают себя румынами, у которых все в порядке в плане национальной сабоидентификации. Те самые молдаване, которые чтут свою историю, свой язык, культуру, кухню и все это бок о бок, или я бы даже сказал плечом к плечу с украинцами, русскими, болгарами, гагаузами и всеми прочими. А почему плечом к плечу? Да потому что выживают. Вот в буквальном смысле. Чего стоит одна только экономическая блокада Приднестровья со стороны Молдовы и Украины, длящейся многие годы? Да и борьба за суверенитет и международное признание республики пока еще в самом разгаре. В свое время Приднестровье вместе с Южной Осетией, Абхазией и Нагорным Карабахом создали Содружество непризнанных государств СНГ-2. Статус абхазов и осетин после того, как Россия признала их суверенитет, изменился, конечно, но эти республики до сих пор всячески поддерживают Приднестровье. К слову, накануне юбилея собственной государственности приднестровцы обратились в ООН. Просьбу рассмотреть вопрос о признании республики в Организацию Объединенных Наций направили 123 общественные организации. И хотя надежды на благополучный результат этого обращения не так много, она все же есть. Как говорится, чем черт не шутит, а вдруг вот возьмут, да и признают. Четверть века спустя. Приднестровье нападут на ныньку. Несмотря на свою запредельную абсурдность, страшилка все же сработала, но оно и понятно, и вот тут, пожалуй, надо по пунктам. Во-первых, после Майдана Украина теряет Крым, давит танками и забрасывает снарядами донбасский сепаратизм. А тут, прямо у нее под боком, целое сепаратистское государство, да еще и полностью пророссийское. Во-вторых, да, Приднестровье действительно пророссийское. Ну а каким же ему еще быть, если именно 14-я российская армия во главе с генералом Лебедем в свое время вмешалась в Приднестровский конфликт и фактически остановила развязанное Кишиневым кровопролитие. Российские миротворцы, кстати, по сей день контролируют обстановку в регионе. А еще Приднестровье, не будем скрывать, получает от России регулярную экономическую поддержку, ресурсную, тот же газ, да и просто моральную, если хотите. Наконец, в-третьих, оружие в Приднестровье действительно имеется. Причем управляться с этим оружием там имеют. Своя полноценная и боеспособная армия у Приднестровья есть. Вот лишь несколько кадров с юбилейного военного парада, который прошел в республике в минувшую среду. Редактор субтитров А.Семкин В общем, вы сами все видели. Танки, грады, пушки, минометы, зенитки. Все это в Приднестровской армии есть. Но уместно ли при этом рассуждать о вероятности военного вторжения на Украину со стороны непризнанного Приднестровья? Вот, примерно с таким вопросом ко мне и обратился вышеупомянутый репортер. Ему из Киева пришло редакционное задание сделать материал, скажем так, о Приднестровской угрозе. Ну, а меня этот репортер попросил прокомментировать ситуацию, что называется, на камеру. Так вот, сказал тогда, говорю и сейчас. Все это бред сивой кобылы. Да, боеспособная армия в Приднестровье есть. И если кто сунется, может рассчитывать на довольно жесткий отпор. Действительно жесткий. Но рассуждать о вероятности военного вторжения Приднестровья в Украину можно, пожалуй, с тем же успехом, что и рассуждать о вероятности военного вторжения, ну, скажем, Люксембурга в Германию или в США, если вы понимаете о чем я. Ну, и как вы уже, наверное, догадались, ни единое слово из этого моего комментария в репортаж для популярного и всем известного украинского телеканала так и не попало. И вы, конечно же, понимаете почему. А самое главное, то, чего многие злопыхатели упорно стараются не замечать, в Приднестровье есть не только своя армия, но и вообще сформированы и безотказно функционируют абсолютно все институты государственной власти. Кто бы что ни говорил, фактически республика состоялась. Ее уже 25 лет не признают и сколько еще потребуется времени для признания сказать очень сложно, но Приднестровье есть. Оно живет, трудится, учится, служит, творит и разговаривает сразу на трех государственных языках. И практически никто в ПМР, за редкими клиническими исключениями, не помышляет сегодня о воссоединении с прорумынской Молдовой. И все понимают, что признание ПМР это всего лишь вопрос времени. Это все к чему? Да к тому, уважаемые, что хотим мы того или нет, строительство самопровозглашенных ДНР и ЛНР идет полным ходом. В эти самые дни, прямо на наших глазах, в жесточайших условиях войны формируются все необходимые институты государственности, как в свое время это было и в Приднестровье. И, конечно, киевская власть может делать какие угодно заявления, принимать или не принимать те или иные поправки к конституции, да и депутатам Верховной Рады голосовать ведь не запретишь, правда? Пусть голосуют, думают, что они там что-то решают. Но на самом деле народ Донбасса все уже сам решил. И за себя, и за Украину. Так было в начале 90-х в Приднестровье. Так есть теперь на Донбассе. История учит нас, что войной исправить эту ситуацию никак нельзя. Можно только усугубить. Правда, порой кажется, что и усугублять-то уже особо некуда. Сколько домов разрушено, сколько человеческих жизней оборвано. Невинных, детских. Наивно думать, что кто-то когда-нибудь это забудет, что кто-то кому-то все это когда-то простит. А опыт Приднестровья показывает, что любая, даже непризнанная республика, способна полноценно жить и развиваться, если у нее есть свой народ, который в нее верит. У самопровозглашенных ДНР и ЛНР такой народ есть. Остальное приложится. А на этом пока все. Вы можете также найти наши выпуски на сайте издания Политнавигатора и YouTube-канале этого же ресурса. И не забывайте, что лучшая благодарность за наш труд – это ваш дружеский репост. Делитесь нашими роликами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин